Говоря то, что Бог у нас один, ни одно из священных писаний не могло быть переписано без ведома на это Господа Бога, Вышнего, Всевышнего. Да, без вот этого триединства, Брахма, Шива и Вишну. Ничего не могло быть переписано ни здесь, ни в каком-либо другом священном писании. Ничего-либо не могло быть изъято. Ничего не могло быть добавлено. Вы понимаете, у каждого своя истина, и это истина. Именно поэтому, когда я начал свое обращение к мусульманам, я начал говорить о том, что я пришел сказать о том, что и Библия, и Коран – это все правда, и это два брата одной семьи. Бог у нас един. То же самое сейчас и с вами происходит, обращаясь к вам. Мы одна семья, но мы были воспитаны по-разному. То есть, если вам сказали не есть мясо и не пить, вы не должны его есть и пить, потому что вы себя относите к религии индуизм, к ведическим писаниям. Нам, христианам, не нужно совершать намаз и выплачивать закят. Да, у нас есть благотворительные пожертвования, но нам не нужно стелить коврик и специально в определенное время, пять раз на день, совершать намаз на коленях. И там же у нас поклонение плюс. Так же, как, собственно, у всех. Да, но в исламе есть определенные правила, которые нам не нужно соблюдать. Понимаете? Так же, как и в индуизме есть определенные правила, которые нам не нужно соблюдать. У нас есть свои правила, прописанные вот в книге «Священное Писание Библии». В этом глобальная вообще мысль и в этом суть наших недопониманий, давайте скажем так. Да, вам дали Писание, вам дали Библию, а вам дали Коран. Вот вы их открываете и верите в то, что здесь написано. А когда вернетесь, вам там все объясняют. Почему? В Коране сказано, что Иисуса не распяли, им показалось. То есть это подробно я поясняю в уроке «им показалось». Если будет интересно, ссылка на урок в описании. Да, а вам объяснят, почему в Библии написано о распятии. Ну, если вы прослушали мой канал, так и не поймете. В этом уроке вы поймете, в чем глобальная разница Ветхого и Нового Завета. Да, и почему Ветхий близок к уничтожению? Здесь речь как о людях, так и о Завете, собственно. Почему он называется Ветхий? Все очень просто. Он происходит от Ветхого человека. А Новый почему называется Новым? Потому что он происходит от Нового человека, который есть Господь с неба. Мы видели уже, что Ветхий Завет происходил от людей. Люди были инициаторами этого Завета. Инициаторами этого Завета. То есть их обещания, данные у Гары Синай, происходили от них самих. Они не были от Бога. Потому что они были грехом, они были пустословием. А пустословие и грех, как мы знаем, от Бога не исходят. Поэтому можно сказать, почему называется Ветхий? Потому что происходило от Ветхого человека. А кто командует Ветхим человеком, друзья? Дьявол. Дьявол. И тут мы приходим к великому откровению, друзья. Инициатором заключения Ветхого Завета был Сатана. Сатан был инициатором заключения Ветхого Завета. Он прекрасно понимал, что этим самым он поставит народ Божий под проклятие. И результатом этого проклятия будет распятие Христа. Тогда уже Сатана вел именно к этому. Да, потому что, когда вы начинаете говорить о том, что какое-то из священных писаний было переписано, вы понимаете вообще суть того, что вы говорите. То есть, по-вашему, Бог каким-то образом не доглядел, забил, его подкупили. Или ангелы, охраняющие священные писания, отошли покурить. Вздремнули. Вдумайтесь в это. Именно поэтому я еще раз повторяю, что ни одно из священных писаний никогда никем не могло быть ни переписано, ни изменено. Ни под каким предлогом никогда. И вы, как преподающие священное писание, вы должны это понимать. Ничего, никто, никогда не мог ничего добавить, ничего убрать из писаний. Из каких бы то ни было. Ничего никогда никем не могло быть переписано. Если это случилось, значит на то была воля Божья. И точка на этом. Я понимаю, люди, которые не знают Бога вообще, им наплевать на какую-либо из религий. И они ходят, или верующие в душе, которые православие наше. Купили крест, повесили на себя, их три раза окунули, и они считают, что они им все. Их Царство Небесное ждет. Не зная ничего о Боге, не имея Библию дома. От этих людей это ожидаемая тема, да, которые говорят, ходят и говорят то, что да, вашу Библию переписали. Но это удивительно, когда вы, преподающие Библию и знающие священное писание, начинаете говорить, что ах, Коран был списан, да. Такого умника я тоже недавно увидел. Человек, работавший в правительстве. Был такой великий философ, пророк Даратуштар. Я о нем добыл документы Ватикана в подвале, о Даратуштаре. Они уже о нем говорили. Вы не могли быть в подвалах Ватикана, Михаил Иванович, вы перепутали. Вы рассекречили архивы ЦК, КПСС, КГБС. Я тебе говорю, что я был в подвалах Ватикана, потому что Ватикан обратился к нам с просьбой вернуть им документы, который прислал Компартия Италии. Так. Ну и, в общем, короче, мы сказали, что мы отдадим, но мы не будем печатать. Но я говорю, мы не будем печатать их с одним условием, если вы меня пустите в библиотеку, в подвалы своего. В Ватикана. Да. И вы там в Заратустру нашли какие-то бумаги. Да, я там много нашел чего. А чего нашли там? Я нашел там историю Иисуса Христа. Да, это вы говорили. Я нашел там историю, кто мы такие, откуда мы тогда и так далее. Да, то есть эту информацию мне нужно было прослушать. И я стиснул зубы, сидел, слушал вот этого уважаемого старца, да, который работал в правительстве. И этот человек говорит о том, что его допустили в хранилище Ватикана. И теперь он знает, как устроен мир. Опять же, да, я допускаю то, что его допустили. Если допустили, да, то его допустили в хранилище Ватикана. Только в ту часть, которую написали вот для этих людей, да, к которым прилетают инопланетяне. Вот в чем смысл. Вы понимаете? И на этом канале там сколько-то тысяч подписчиков. Это видео посмотрело там почти 800 тысяч человек. Вы понимаете? Что из этих 800 тысяч, которые посмотрели это видео, 799 в это поверили. Вы понимаете? Вот это и есть глобальный обман. Иноплан людей, сатаной, да, и эти люди едят от древа смерти. Это то, о чем я говорю в уроке древа жизни. Да, то есть интернет это топор, которым вы можете построить дома, которым вы можете убить человека. И вот эти люди, которые считают, да, что нашу планету захватили инопланетяне, их допустили в Ватикан, теперь они знают истинную подлинную историю Иисуса Христа. После чего, да, мое терпение лопнуло на том моменте, что человек говорит о том, что Коран был содран с Библии. Все, что называется. И вот такими знатоками интернет забит. Да, вот это как раз и есть история о Иисусе Христа и Петра. Когда Петр, находясь в лодке с учениками, увидел Иисуса Христа и сказал, а можно я пойду к тебе? И Иисус ему сказал, иди. И Петр, выйдя из лодки, он начинает к нему идти и через несколько шагов начинает тонуть. И Иисус подходит к нему, протягивает руку и говорит, зачем ты усомнился? И это объясняет вообще все. Понимаете, интернет это море, да, в котором есть и жизнь, и смерть. И вот это древо смерти в нем расплодилось. Вот это и есть то море, когда люди, верующие, знающие Бога, начинают слушать вот это вот. И у них зарождается зерно сомнения. Да, то есть, опять же, сколько информации я сейчас перелопатил, опять же, с той же ядерной войной. Нам об этом знать не нужно. Нам все это расскажут там. Наша задача сейчас, да, сфокусироваться на священных писаниях. И о том, что наша цивилизация, наш век, подходит к концу. И скоро мы все возвращаемся домой. Все те, кто жил по правилам, да, по, собственно, по инструкциям, которые нам были переданы через тех или иных пророков. В этом вообще глобальная суть. И люди, которые слушают вот этих вот знатоков, да, они начинают думать. То есть, они убеждены уже заветно в том, что, а, историю Иисуса переписали. А, Коран был содран с Библией. Да, а люди, которые верующие или у которых вера слаба, начинают слушать вот эту всю историю. И у них зарождается это семя сомнения. И они начинают тонуть в этом. Поэтому укрепляйте свой дух, укрепляйте свою веру. Потому что дальше будет хуже и сложнее. Но я вам еще раз поясняю, что люди, которые за 2000 лет так и не поняли, кто их спасает, да, и которые призывают людей поклоняться смерти, когда ты им начинаешь объяснять, что как, Библия об этом не говорит ни слова, реакция ровно такая, что за бес пришел. Ну, комментарии можете почитать. Мало того, что у них между собой, да, между конфессиями большие проблемы, так как православие считает протестантов бесовскими учениями и вообще сектантами и от демонов пришедшими. Сказать другими словами, Бог пожалел людей, да, убрав эти книги, эти Евангелия и эту информацию из Библии. Вы хотя бы это поймите, что так и не произошло. Поэтому о 16 годах обучения Иисуса Христа, о Евангелиях от Варнавы мы даже сейчас говорить не будем. Ибо смысла нет. Христианам эта информация не нужна. Потому что в Библии ее нет. То есть как христианин я сейчас обращаюсь к иудеям, к мусульманам, к христианам, а теперь и в индуизм. Говорят то, что Бог у нас один. Ни одно из священных писаний не могло быть переписано без ведома на это Господа Бога. Вышнего, Всевышнего. Да, без вот этого триединства Брахма, Шива и Вишну. Ничего не могло быть переписано ни здесь, ни в каком-либо другом священном писании. Ничего-либо не могло быть изъято. Ничего не могло быть добавлено. Вы понимаете, у каждого своя истина. И это истина. Именно поэтому, когда я начал свое обращение к мусульманам, я начал говорить о том, что я пришел сказать о том, что и Библия, и Коран это все правда. Да, и это два брата одной семьи. Да, Бог у нас един. То же самое сейчас и с вами происходит. То есть, обращаясь к вам. Мы одна семья. Но мы были воспитаны по-разному. То есть, если вам сказали не есть мясо и не пить, вы не должны его есть и пить. Потому что вы себя относите к религии индуизм. К единическим писаниям. Да. Нам, христианам, не нужно совершать намаз и выплачивать закят. Да, у нас есть благотворительные пожертвования, но нам не нужно стелить коврик и специально в определенное время, пять раз на день, да, совершать намаз на коленях. И там же у нас поклонение в блюхе. Так же, как, собственно, у всех. Да, но в исламе есть определенные правила, которые нам не нужно соблюдать. Понимаете? Так же, как и в индуизме есть определенные правила, которые нам не нужно соблюдать. У нас есть свои правила, прописанные вот в книге Священное Писание Библии. В этом глобальная вообще мысль. И в этом суть, да, наших недопониманий, давайте скажем так. В исламе он забирает всех тех, кто уверовал в знаки. И они не будут судимы. А все остальные потом будут судимы по делам. Да, а в христианстве он забирает всех, кто уверовал в Иисуса Христа. И они не будут судимы. А все остальные, кто не уверовал в Иисуса Христа, и поклоняется иконам, они будут судимы по делам. Библия говорит о том, что Иисус, когда придет, он не спустится сюда, он не ступит на землю. А Коран говорит о том, что когда Иисус вернется, он будет здесь ходить, жить и свои дела делать, да, бороться с даджалем. Так вот именно то и происходит, что Иисус духом говорит через тело, которое ходит по земле. Вы понимаете, вот два священных писания. В христианстве получается, что он так и не ступил на землю. Это я по земле хожу, Дима Асташонок. Но для вас-то я Аиса. Потому что он говорит через меня. Священное писание не нарушилось ни здесь, ни здесь. То есть предвселенной. Все справедливо, все правильно. Все по закону. По двум словам Господу Бога Всевышнего. Аллах их благословил. Все. И судимы они не будут. Потому что они получают награду, как говорит священный Коран, от их Господа. Поэтому нет никакой проблемы, когда вы уходите из христианства в ислам, из ислама в христианство ради Бога. Но если вы это и делаете, вы понимаете, что вы принимаете правило и начинаете жить по закону этой книги. Или обоих книг. Или этой книги. Или обоих книг. То есть, опять же, вы можете быть либо мусульманином, либо христианином. Об этом здесь речь. Вы можете читать два священных писания, быть с ними согласным, но выбор вам надо сделать. Потому что вас будут судить. Вас же надо как-то судить потом. И когда вы это понимаете, вы смотрите на мир по-другому. 16 лет обучения Иисуса Христа. Вот представьте себе, люди, изучающие 2000 лет священное писание, Библия, они не могут разобраться в 10 заповедях. То есть, вы понимаете, что как в исламе, так и в христианстве есть конфессионные разногласия. То есть, католики, протестанты, православие. Такая же история есть в исламе. Но для примера мы возьмем сейчас непосредственно христианство. Вот посмотрите, они не могут разобраться в 10 заповедях. В 10 заповедях. Христиане не могут разобраться 2000 лет. Представьте себе, Господь им начинает рассказывать в этой же книге об индуизме и ведических знаниях. И вообще, как устроен мир. 10 заповедей – это самый мизер. Это для того, чтобы вы понимали, что они бы не поняли вообще ничего. Да, то есть, Бог говорит поклонение в духе и в истине. Люди идут в храмы, где висят всякие иконы, матроны. И они со свечами и ритуальными какими-то действиями пытаются найти Бога. Да, и просят спасения у каких-то идолов, когда Библия четко говорит спасение только через Иисуса Христа. Ну, то есть, вообразите себе то, что они начинают изучать все вот эти воплощения богов в Вишну. Ну, то есть, только вообразите себе то, что поверх вот этой толстой книги достаточно, в которой 2000 лет они так и не разобрались, они еще начинают разбираться в индуизме. Да, то есть, а если оставить 16 лет обучения Иисуса Христа, о них нужно было бы говорить. Вы понимаете, да, в этом смысле? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.